53,5 лет. И это рекордный показатель для нашей страны. Население России на сегодняшний день, вот посмотрите, на 1 января 2024 года, составляет 146 лишних миллионов человек. И сколько пенсионеров? А в процентном соотношении? Третья часть почти что, да? Немало, да? Немало. И посмотрите дальше, да, по статистике. Сегодня пожилые люди в возрасте 65 лет и старше составляют самую быстро растущую возрастную группу в мире. В 2018 году впервые в мире число пожилых людей превысило число детей в возрасте до 5 лет. А к 2050 году их станет больше, чем подростков и молодежи вместе взятых. Но подростки и молодежи объединены в подростном периоде от 15 до 24 лет. Человечество достигло максимальной продолжительности жизни еще в середине 90-х годов 20-го века, которая составляет примерно 125 лет. Это достаточно высокая цифра. Итак, посмотрите, какие у нас существуют возрастные категории. В современной возрастной классификации описываются несколько категорий. То есть, кого по возрасту можно определить? К молодому, к среднему, пожилому, к старческому возрасту и долгожителю. И вот молодой возраст у нас, оказывается, охватывает возрастной промежуток от 18 до 44 лет. Кому еще нет 40 или 44, вы относитесь к молодым людям. Однако, после достижения пика своих ресурсов в 24-25 лет, организм постепенно их расходует. И считается, что именно в этот момент наступает или начинается биологическое старение человека. Да, возрастной промежуток определили именно такой, от 18 до 44 лет. Это очень оптимистичные цифры, да, можно сказать. Но биологическое старение уже начинается у нас, или вот когда у нас начинают истощаться наши ресурсы энергетические, это с 24-25 лет. И вот средний возраст определили как 45-59 лет. А пожилой возраст от 60 до 74, старческий от 75 до 90. Мне очень нравится, как называется, уже заключительный этап возрастной. Это долгожители. Долгожители. 90+. И вот объединяет все эти возраста одно — невозможность поддерживать прежнюю активную деятельность, смена привычек и статуса, потому что человек становится уже пенсионером, да, изменяется восприятие времени. Люди в возрасте 60 плюс начинают осознавать, как бы, конечность жизни, сталкиваются с серьёзными проблемами со здоровьем, отсутствием перспективного будущего. Также меняется внешность. Вот посмотрите, да, как вот меняется. Внешность вот прям явно вот на изображении показана. Приходит чувство одиночества, может быть, ненужности. Итак, старение, согласно определению, это естественный биологический процесс разрушительного характера, во время которого снижается выживаемость организма во внешней среде, появляется уязвимость для болезней и возрастных хронических заболеваний, возрастает риск смерти. Вот такое определение старения. Вы знаете, интересно, что люди все стареют по-разному. И, соответственно, и типы старения тоже разные. То есть люди не всегда одинаково относятся к данному неизбежному процессу. И вот давайте мы сейчас как раз и перечислим, какие же типы старения существуют. Вообще они бывают не только такими, какими я сейчас их перечислю, но мы не будем сосредотачиваться на всех разновидностях старения. В частности, я упомяну только вот данный тип, то, как люди воспринимают новый этап своей жизни. Есть оптимистичный тип старения. Человек сохраняет как бы позитивный настрой, критически относится к своему новому статусу. Он имеет высокую самооценку, уравновешенный темперамент. Он пользуется поддержкой близкого окружения, то есть своих друзей, семьи. Такие люди с радостью выходят на пенсию, потому что у них масса целей, планов. Они скопили материальный достаток. Они не зациклены на том, чтобы сохранять свою внешность и как-то постоянно омолаживаться. Кто знал себя в таком типе? Да, отлично. Отличная рада. Рада, что среди нас есть такие тенисты. Замечательно. Есть оборонительный тип старения. Человек не признает изменения в своем материальном отношении. Он никак не может смириться с изменившимся уровнем заработка, со своими проблемами, которые возникают в самочувствии, то есть проблем со здоровьем. Он отказывается от помощи и поддержки близких, старается все делать сам, не делится чувствами, он консервативен в привычках. И вот даже если таким людям очень трудно, они подавляют свои эмоции исторически, терпят все невзгоды и никак не хотят принять уже очевидный факт, что, к сожалению, идет этап старения. Может быть, кто-то из себя узнал в этом типе, я уже не буду просить поднимать руки. Может быть, кто-то из своего окружения видит таковых, да? Но вот нужно иметь в виду, что такой тип есть. Есть еще зависимый тип старения. Так, это когда человек привык течь по течению, без целей, без высоких амбиций, он принимает все как есть, старость принимает хорошо, занимается семьей, внуками, не против жить в деревне. Он рассчитывает на помощь государству, медицины, детей. Вообще, вы знаете, вот, наверное, трудно здесь выделить чистые типы, да? Они могут быть смешаны. И вот этот вот зависимый тип старения, он может быть и смешан с оптимистичным, к примеру. Далее, ну вот есть еще такой, к сожалению, агрессивный тип. Люди этого типа старения боятся старости и смерти. Они не готовы терять привычный образ жизни, терпеть какой-то дискомфорт, поэтому отыгрываются на своем окружении, на своих близких. Конфликты происходят в отношениях, они нетерпимы к молодым людям, начинают их строить. Подозрительные могут вести себя неадекватно, обвиняют всех вокруг, правительства, соседей, близких, судьбой и так далее. Могут смешно молодиться, могут манипулировать возрастом, болезнями. Ну вот я же больной человек, да, я же старый, вот будьте добры считаться со мной. Ну это делают они для того, чтобы получить какие-то выгоды, какие-то привилегии. Ну непростой тип старения. Также есть депрессивный тип. Это наиболее неподготовленный к старости тип людей. Вот агрессию направляют против себя, прежде всего, если агрессивный против всех, то депрессивный против себя. Он начинает бить, заедать нереализованность свою, вот уже тогда, когда он столкнулся со старением. Он может отказываться от лечения, он не видит новых целей и смыслов. Таким людям кажется, что судьба обрекла их на одиночество и забвение, они обижены на судьбу. И осталось дождаться конца, безинициативные, значит, пассивные и плаксивые. Итак, можно сделать вывод, что стареем мы все по-разному. Если кто-то из наших близких соответствует тому или иному типу старения, необходимо проникнуться пониманием и оказывать им соответствующую поддержку. Но важно также наблюдать за собой, чтобы адекватно все-таки относиться к неизбежному процессу старения, понять его и сохранять доброе расположение духа, и стараясь делать все со своей стороны, чтобы замедлить этот процесс. К сожалению, угасание функций различных органов и систем организма в течение времени неизбежно. Однако эти процессы можно замедлить, если человек выработает здоровые привычки, касающиеся всех сторон нашей жизни. Специалисты в области возрастной психологии считают, что качество жизни стареющего человека определяется несколькими факторами. Чем в большей степени эти факторы проявляются, тем выше вероятность успешного или здорового старения. И вот интересно отметить, что защитный эффект этих факторов сказывается даже на тех, кто страдает хроническими заболеваниями. То есть есть определенные факторы, которые могут замедлить старение. Если человек придерживается этих факторов, то процесс старения может продвигаться успешно даже при наличии хронических заболеваний. Существует так называемая мультикомпонентная модель старения. На основе данных о социальной, физической активности, каких-то фенотипических изменениях во внешнем виде была как раз таки создана вот эта вот фенотипическая модель старения. Или, простите, мультикомпонентная. По сути, она очень проста. В ее основе лежит представление о том, что успешное старение является процессом таким многогранным. И включает в себя социальное здоровье. А если говорить об успешном старении в наиболее широком смысле, то она объединяет физические, психологические, когнитивные, социальные, духовные и материальные компоненты. И вот я хочу вам сказать, что вот эта вот модель не адвентистская. Не адвентистская. Это информация взята из светских источников. Но посмотрите, что включен, значит, какой компонент включен в другие компоненты успешного старения. Что интересно, какой компонент в другие? Духовный. Духовный. То есть даже светское научное сообщество признает это как очень важный компонент успешного старения. Вот и посмотрите, все вот эти вот факторы, значит, которые составляют модель старения, они взаимосвязаны между собой. Физическое здоровье, функциональное и социальное здоровье, психологическое здоровье. Вот это вот все составляет совокупность одного понятия здоровья. И вот успешное старение, опять-таки повторюсь, состоит из физического, психологического, когнитивного или умственного компонента социального, духовного, материального. Термин успешное старение появился не так давно, в 1961 году. И означает состояние, в котором пожилой человек испытывает максимальную удовлетворенность от жизни без серьезных затрат для общества. То есть успешное старение означает состояние, в котором пожилой человек испытывает максимальную удовлетворенность от жизни без серьезных затрат для общества. До 1970-х годов не существовало четких различий между нормальным и патологическим старением. И вот и так данный термин подразумевает высокую жизненную активность или участие в жизни. Вот, да? Смотрите. Далее, низкую вероятность заболеваний или инвалидизации и высокий уровень когнитивных и физических функций. Иначе высокая физическая и умственная нагрузка. Итак, чуть более подробно о факторах здорового старения мы сейчас с вами поговорим. Значит, участие в жизни. Что это значит, по-вашему? Вести себя в жизни, вспоминая, там, как резко, все это поводит. И удерживаться сейчас современной. Да, да, да. Сохранять целеустремленность, да? И обязательно вера, что цель это будет целеустрой. Да, все верно. То есть, очень важно продолжать решать повседневные задачи, быть активным, целеустремленным, не опускать рук, да, вот как говорится. То есть, полезным быть членом общества, да. Спасибо. Спасибо. Значит, можно быть волонтером, да, вот кто-то тоже сказал. Можно быть активным, вот даже в этом возрасте есть социальные работники, да, которые продолжают ухаживать за кем-то. Вот, стараться в силу, конечно, своих физических возможностей и ментальных не обременять близких и родных, да, вот в этот период. Ну, то есть, оставаться как можно более активными. И позитивными. Низкая вероятность заболеваний и инвалидизации. То есть, вот этот вот, да, момент. Хотя с возрастом мы, конечно, становимся слабее, необходимо свести к минимуму риск инфекций и хронических заболеваний. И нам следует внимательно следить за тем, что мы едим. Значит, как, значит, мы, какое, сколько времени мы уделяем физической активности. Вообще, как мы настроены на окружающий нас мир. Какой дух у нас унылый или всё-таки мы более позитивно смотрим на то, что окружает нас. То есть, вот это вот всё входит вот в эту составляющую, да, в эту составляющую. И вот высокий уровень когнитивных и физических способностей, это когда наш организм начинает нас подводить, заметно ухудшаются те же когнитивные и физические функции, работа памяти, то необходимо предпринимать усилия для того, чтобы поддерживать себя на уровне, насколько это возможно. И единственный способ сохранять наши физические и когнитивные способности – это постоянно их упражнять. Итак, давайте посмотрим, какие главные показатели здоровья являются маркером для людей в возрасте до 60 лет. В современные, вот в интенси-эйджинге рекомендуется придерживаться следующих показателей, именно до 60 лет. Но, конечно, если и после мы сохраним на уровне вот те цифры, которые здесь рекомендуются придерживаться, то это будет замечательно. Итак, индекс массы тела должен быть не более 25 кг на метр в квадрате. Вот обратите внимание, что до 60 лет, потому что после индекс массы тела уже является не таким информативным, в силу того, что у многих развивается саркопения, это когда мышечная ткань замечается, жировой. Вот, и здесь уже, может быть, индекс массы тела не настолько актуально, показывает, ну, имеющееся, как вот это вот соотношение веса к росту. Уровень холестерина в сыворотке крови должен быть, ну, как бы, не больше 200 мм на бецилитр или 5,2 мм на литр. Отсутствие сахарного диабета и уровень артериального давления не должен превышать 140 на 90. Но хочу сказать, что все это цифры условные, потому что есть люди, для которых 140 на 90 уже сродни гипертоническому кризу, да. Вот, поэтому, как бы, вот цифры такие, можно сказать, ориентировочные. А все мы разные с вами. И вот давайте поговорим буквально немного об индексе массы тела. Все вы знаете, что это такое, да? Многим из вас известно, известен этот показатель. Индекс массы тела, я напомню тем, значит, кому известен, и кто-то узнает, возможно, что-то новое для себя. Это величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста, и тем самым косвенно оценить, является ли масса недостаточной, нормальной, избыточной или ожирения. Индекс массы тела очень важен для определения показаний и при необходимости лечения, в том числе для применения препаратов при лечении ожирения. Но, опять-таки, это проводится до определенного возраста. Индекс массы тела следует применять с осторожностью и вот исключительно для ориентировочной оценки. Надо сказать, что вот эти вот цифры, да, вот мы видим здесь норма, и, значит, далее показывается, дальше указываются показатели избыточного веса и ожирения. Это, опять-таки, все измеряется для того, чтобы сделать предварительный вывод о состоянии человека. Но у мужчин, например, вот если мы возьмем показатель нормы, индекс массы тела может быть выше, то есть не 24,9 или 25 потолок, а до 27. Израильские ученые, когда исследовали этот вопрос, сказали о том, или пришли к выводу о том, что действительно индекс массы тела для мужчин может быть выше в силу развитой мускулатуры, в силу развитой мускулатуры. Поэтому если у мужчин индекс массы тела, например, 26 или 26,5, то это может быть вариантом нормы для него. Ну, здесь, опять-таки, нужно смотреть, да, как выглядит этот мужчина. Интерпретация показателей индекса массы тела в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Следующее. Я хочу сказать, что вот эти показатели мы вам можем раздать. Мы поговорили с Анваром. И если у кого-то нет возможности получить в формате рассылки эти таблички, то мы будем готовы раздать на руки. Но вот эти данные я все потом перешлю. Итак, вот посмотрите, да, если индекс массы тела менее 16, то здесь необходимо срочной консультации специалистов. Например, вы столкнулись как инструктора ЗОЖ, да, как руководитель отдела здоровья с очень худощавой девушками, вот этой, да, или молодым человеком. И вы можете предложить вычислить индекс массы тела. Как я уже говорила, он вычисляется вот по данной формуле. Вес в килограммах делим на рост в метрах в квадрате, да. Вам понятна эта формула? Все знают? Кому непонятно? Вам непонятно, да? Рост? 163, да? Сколько вы весите? 61. 61. Ну, у вас возраст уже, ну, превышает ту норму, до, значит, при котором желательно высчитывать индекс массы тела. Ну, в принципе, можно и посчитать. 61, да, килограмм? 4,9. 61. Рост? Переходный. 1,62. 1,62. Вы умножаете на 1,62. То есть рост вы возводите в квадрат. У кого-то есть калькулятор? Да. Есть. Пожалуйста. 61 делим на полученную цифру. Да, на полученную цифру. Сколько получилось, Лариса? 25, так. 2,56, по-моему. Это когда вы позвели рост в квадрат? По-моему. Да, да. Рост в квадратах. Да, вот посмотрите. Рост в метрах умножить на рост в метрах. То есть временно. Да, может быть, вам знакома книга «Под парусом надежды». АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ